ПЕСНЯ 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 СЕЙПНА В этом направлении шли мои первые студия. Но «Лос» рожде неизвестно. И я был в 40-х годах по войне членом хору Харцерского под известным руководством Влада Скорачевского. Друха Влада. Он поверил мне партии соловые, потому что молодой музык спевает, а не только играет. И намазал меня слушать. Может быть, ты интересуешься спиевом, потому что скрепки уже несколько лет, несколько слов, такие покусы. И я решила поднять студию вокал-хору. Я не знал, что это был другой мир. Это мир разных событий, разных обстоятельств, разных контактов людских, разных ситуаций. Но свет мне официал жизни, которое я бы никогда не хотел бы заменить. Но я помню, что уже на 2-м году науке, в средней школе музыкальной, профессор Виктор Брежи режиссировал на сцене театру оперы warsзавской. Это было в Роме, в Сале Роме. Тоске. И потребовал многих статистов, таких молодых, которые бы попробовали своих кроков на сцене. И взял многих моих коллег, меня тоже на такой стаж статистов. То есть я был збиром, в плутоне экзекуцийном, все под руководством свинного шефа статистов Борислава Осика. Это легенда этого театра. Добрый дух этого театра. И такие первые события, трагикомичные, наступило тогда, когда в моменте экзекуцией габарда Осьего, а был ним, пан Михаил Шобски, в 1952 году стрелали з мушкетов. Но тогда не было таз. технических, акустычных, додатковых. Были мушкеты наадованы пакуами. Они вынатывали, из этих луков было видно, дым, хук. На счастье Михаил упадл у ламек секунды wcześniej, потому что пакуы были так наадованы, что выщербили декорации, которые за ним встали, а даже калаек муру. Такие это были эффекты мощные, поражающие. На счастье было это на пробе на счастье. На счастье ничего не стало, но мы смеялись на один страху, чувство ответственности. В тазе этого побыта, как статиста на сцене театру, был я свидетелем и контактировал, что так скажем, психически и артистически с плейадом великих, польских шпиевок. Еще памятам Ванду Вермињскому на сцене. Бандроскому-турскому, сама легенда. Татаска в память, бароном Скарпия был Ерж Кулеша, потом мой приятель, был Францисек Арно, вспоминанный Михаил Шопски, Казмир Цзекатовский, Ванда Вермињска, Михаила Миккевичуна. Это была целая плейада великих артистов, которые вошли до истории польских шпиевоков, очень знаменных шпиевоков. Это была такая шкула невероятная. Были артисти таки правдиви, не удавали ничего на сцене. Францисек Арно, который гаил роли Каварда Олсиего, был знанен из этой динамики быца на сцене. Он грал на правде. На правде грал. Памятам такую сцену в Борисе Годунове, како он щупаким широко из-за скены, рзутом в окно тратили и вылатить. denying, уцекавшим пред гаосцителем, настояк сбиево, который гаосциал гаосцителем... Он был так живы и активный, что ми butом ушкодил джебр. Три тригганта мне то болело и стэкала. На выходной театр. Ну и так, так все начало. Та рона этих статистов очень помогла мне. Очень помогла мне, очень накручивая нам думать о том, чем есть театр оперный. Так был почеток. Еще претем, я помню, на выездах с зоспоем харцерским, мы ездили с третьим актом Халки Монюшки и ездили как Халка Мария Фоутин, молодая Мария Фоутин. До той поры я помню ее сцену, этого третьего акта. И до той поры не знал, что-то лучшее в моей памяти, как выполнение, как сценарная правда, которая вплывала из этой стати. И так добием до 4-го года в студии в Высшей Школе Музычной, которая наступила в последней. И профессор, и директор одновременно оперы лукской, Владислав Раджковский, запропоновал мне, чтобы я приехал до Лодзи на выполнение Халки в роли Януша. Я, как молодой шпиевак в определенной амбиции, конечно, принял эту пропозицию. И поехал. Это была режиссера Казимирза Дэймка. И снова впадал я в такой ритм розумения театру. Была это школа невероятная. Молодому шпиеваку, который еще был студентом, правда, еще не сделал дипломом, а уже у меня на голове Януша Халки, Тоска шпиевал, Сыролика, Фауста, Донжеваннего, Касанове, Пайасе, Цыганерия. Ну, то были те найвысшие пући роли оперовые, которые свалили на меня, как жизнь мне так приказало, такой тяжелой ответственности. Но это была школа невероятная. И те колецы, которые я помню до сегодня, и Девина Амброзя тогда дебютовала, и Тадеус Копаки, и режиссерия, или Дэймек, или Эмили Хаберский, или Антони Майяк. Все дали то, что мне откликало sens театру оперового, такого правдивого. Но Лудча си мусила скончить, потому что я мешкаем в Маршаве. Уже заложием родину и чувствовала такие бремя и ответственности. То есть, по пятью летах, пожигнаем си с Лоджом, выландовала на стрефе незнанной мне абсолютно, что происходит, как это будет, что это будет, но я никогда не принимал тем, что будет. Никогда. Брали вызвания, так как мне и жизнь приказывала. Усиловала это как-то реализовать, поконать. И так это тоже стало. В этом таком престою. А то я был практически как-то артистом, потому что я занимался песнями, занимался контактами с операми камерами, с которым всю жизнь работал, аж до конца ее быту. И появилась оферта, я была несподзевана. Директор Бондар Водичко, уже в Театре Великим, мимо, что праша шла еще в Роме Театре Великого, но уже под названием «Давно», Театр Великого, где-то ссекался до открытия. Директор Водичко мне запропоновал праздник. Еще я зашла на Дон Джеманн'его, одна из последних представителей, которая уже схожила за фиша. Потом еще маленькая партия в ополествах Хоффмана. И тут большой пункт в моей карьере, это значит Дон Карлос, как еще еще молодой человек. А товарство было выщемнительное, потому что это была Кристина Радкова, Бернат Ладыш, как-то красивый Крол Филипп, Андрей Хиолжский, как Марксис Поза, Кристина Шчепањска, как Эболи, как Масл. Как Едмут Косовский, как Филипп, как Маславик, как Дон Карлос. Залазłem się в такой добровой, а еще Ханя Слонickа была. Так что эта ответственность, товаристство была тоже получающая. В общем, все моё моё сценичное, умеем церпать и пользоваться с опытом коллег. И это моё счастье до людей, до контакта с режиссерами правдивого колебра, был потребный баритон, до психодрамы, драмата музычного Тадоуша Верда, под т. «Ютро». Обсада была знакомита. Была Кристина Шостек-Ладхова, Эдвард Павлак и актор. Втед был Мариус Дмоховский, потом Яну Закрэньский. И они все изменяли. Мы не изменялись мы, певцы. Было трудное дело, очень трудное. Но вызвала какой-то гатунок потребного драматизма в уятии слова, его артикулации и значения. И это для меня было очень, очень полезное, очень полезное, а трудное. Были много успехов с этим представлением. Ездили мы с этим на фестиваль «Праске Яро». 11 разы выходили перед куртиной. Важно не перед куртиной, только на просцене, потому что не было куртиной. Шкода, что театр сегодня не куртывирует этого прекрасного дела, настоящего драмата. Это было по stereotypes угробная фестиваль, и в виду Джозе Фа Конрада. Это был пандидат. А потом, если лосы потокили на сцене, ну, размово. Бардо дуже спевали investим. Театр играл каждый день. Было это обчисление для магазинов декораций, но мы были даже 70-80 позиции. Так что я желаю сегодня молодым, чтобы они могли так часто спеть, повторяя свои роли, поправляясь, развиваясь. Так что я уже не буду увеличивать всех роли, которые, можно сказать, втилаем. Потом мои Butterfly, в серии Фигара, знаменитые режиссеры и сценаризации пани Ли Ротбаум, Цирурик с моим приятелем, до сегодня приятелем, храбом Алмавиумом, czyli Казимирем Пустелакем. Были это претензия, которые развивали. Было, что были горшкие моменты, такие чувства недосконаłości, что что-то нужно поправить. Но тогда такие моменты отбивалися ночами, засыпалося о годзине 4-5, там сердце пик-пик-пик, и так как тащина фильмовая, пару раз, от почвы до конца, провела вся акция этой же оперы. А одновременно, от почвы, как музык, я могу быть готовым, в смысле, приготовления музыкального, памятиного. Я могу быть готовым. Та готовощь мне себя много разы оплатила. В случае роли Фальстафа, тут на этой сцене, мне себя оплатила невероятно. Бо я был готовым до подъятия проб. В связи с тем, директором Казимирш Корт меня взял до проб. И так уже в этих пробах осталось, аж до конца, как Фальстаф. Первые представления спевал смынный оттворца руль типу Фальстафа, и режиссер одновременно, в одной особе, Грайт Эвас. И он приехал показать эту шехспировскую маэстрию как первое представление. Режиссеровала Пани Регина Резник, свинный контракт Метрополитен. Мои 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 коллегами на сцене были мои приятели. Это было очень интересно. Барбара Неман, Казимир Пустелак, Уршлила Травињска, Мороз. Не могу помнить все коллеги, не только в образе никого, потому что я все шанувала и почти кохала. И этот сыр Грайт Эвас дал мне какие-то взоры. Взоры в отношении до молодых певаков, до молодых артистов. Памятам до сегодня, как на этой сцене, как уже приехал на ostatние пробы, взял мне под руку, старши брат, и мы ходили по сцене, а он мне тумасил, на чем полега в включение в собственные тошсамости, в рисы замерзењ режиссера. Так ходијем, и так слушајем, и хвонајем. И я подумал, что это то значит, это правдивый артист ма таки стесунь до молодого спевака, бо был млад, как фальстер, был млад. Это мне дано много до мысли, и было таком всказовка на прошлое, на целый час, на мои контакты с молодежем, спевачом. Потом мне это повторило с каким-то ином, великий. Мы, как театр, запросили на фестиваль оперовый до Мадрыту, и потом до Лизбоны. В reperтуаре этого выезда вмещался и фальстерф, и Халка, и Диабуј з Руде. Были мы досконали приймывали. В часе прерва в фальстерфе до гардеробы моей так, без пукания впаровал певен человек. Я его не знал. Усиад ко мне и с местами я начал объяснять и раздражать, какие секреты традыции в уйти этой роли. Это шагула, это подкраснение, какого-то слова, какого-то геста. Это Джино Бекки, слунный баритон еще в эпохе злоте спевания. И это был второй момент, где джино Бекки. джино Бекки. хотят поделить своим doświadцием с кем-то из молодых генераций. И этот великий спевак. Я везем, ким джино Бекки, потому что всегда интересовался награнией великих спеваков. всегда было для нашей генерации знаменно, что мы встретились с добычами, какие-то какие-то награния уникальные, какие-то свидетели. Мы встретились у себя в доме и слушали великих спеваков. Я уже тогда был более угрунтован как спевак, потому что приходили уже концерты symфоничные, оратуральные, музыка współчесная, маршавские jесени. Это было без лику в моем жизни. Такое это ощущение мне дало не грунт залости, но правильности действия, правильности использования того, чего я потому что человек знает, а не может его экспонировать, если хамулки. Не укрывам, что помогла мне моя вторая фаза с медицией. По 1963 году в году на курсе в Венеции как после после Венеции консультации проведали прятные то мне было дар następный по линске под Душа сцена, как та, вызвала в иную потребу механизму спевания, механизму отдыхания. Если человек этого не опанула, то нести голос через сфорсование. И я чувствую уже такие моменты, когда мой голос начал себя как-то хвать. Я этого не слышал так хорошо, но и отглосы, и то, что что-то не так есть с этим. А ведь этот уничтожник с давным механизмом голоса, его способом использования, был мне данный как дар с неба. Потому что я еще спевал в каком-то в каком-то веке. Могу сказать, что я еще спевал, я еще спевал, а я еще спевал. Острегаю перед неодоповедным репертуаром, перед форсованием голоса на речь этого репертуара. Что в каких-то вещах не можно превоскорить. Что тут есть потребная, терпливая эволюция в развитии голоса. Тогда можно поконять те задания, которые стоят перед нами всеми на этой сцене. Не можно экспоновать себя до этого стопня, чтобы запоминать о каких-то основах. Живот спевал может быть тогда очень короткий, очень короткий, но я брнуем далеко. Я был в результате того, что каждое вызвание принимаю. Это меня научила музыка в полчаса, еще на студиах. Так же, как и на сцене, разные были роли. Были и Моцарт, но был и Воцек. Тут уже на этой сцене, потому что повали, но повали, в этот большой репертуар, потому что появились очень большие роли. Цыганерия уже на сцене ворсавской, снова Барбара Немаль, Казмирович Пустелак. Было приятно сейчас вспоминать этих моих друзей, которые еще живуты. Дирыгенци досконали, как Мерзиевский Мечислав, Ждислав Гурзијский, со своими батутами, как Искра, с языком, как Искра. Так же, дошлежаваłem поволи, с разными взлотами. Были роли меньше, были меньше, разного типу. Посмаковаем от бича в лузце, так можно сказать, в Опере Нарцис, с Кандартиего. Искра. Прислил манекины, слунные манекины Зберниева Рудзијского. Могу слунные, потому что была такая сценизация и сцена на основе Бруда Шульца. Прислил манекина, что мы около 150 разы выполнили опер. Это история Демиурга, Якуба Кравца, который верил, что оживил мантры предметы, что дает им жизнь. И там переживали такие моменты, как бы, халюцинации, где себя затракали. Все это было полтора години нон-стоп, а выдавалося, что это была вечность. Наступила такая эра великих руль. Тоска, травиата, каждая роль с собой нисла новое ощущения, новое контакты, новое спојржение, новое шукание себе в гумб. Могу в гумб, потому что я шукам театру, в гумбе, в гумбе, в гумбе, в гумбе его истоты, а вы, говорю до режиссеров, только начинайте с маргинезов, из отчки. Я целое жительное житель, и ещё более, чем я еще единственное, что эта глубина, ценно еще не открыта, чтобы уехали от доиска до правды в гумбе сцуки сценичной, особенно оперовой, в интегральность поучения музыки и слова. Форма оперная, это прекрасно, это стука не от сегодня синтегрована, не только знания, но и понимания определенной функции человечества. Если есть правда, то чтобы человека там на видовне przekонать о правде, о правде эмоции, то я могу иметь в себе за живое, чтобы это запалить, правда? Эмоция музыки и сенс слова. Одно, это первое, означает целый оценок эмоций в сердце видов, слушателя. Другой, труднейший, порушает интегральность интеллектуальность, мышление, проводит до любого логичного уделения на сцене. Это не так трудно. Продолжение, выставка отрвустить то, что прешкадит, а то, что есть рдением, оставить, упомяксить, досконалить и шукать в глуби этого значения. Знавление на сцене драматургическое, драматургическое, это проводит слово. Слово на сцене, не только в театре драматичном, но и в опере, потому что оно есть изъединено и взбогачено эмоциям музыки. Что значит, но мало того, что значит, слово вызначает целую логику драматургии, и правда лежит в этой спойности. Что значит, что значит, что значит правдиве. Потому что если не будет правдиве, то не будет правдиве, Это не возможно. То правда вызначает границу правдиве. Звучит музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok To ma wielorakie znaczenie. Raz, jest to balsam dla głosu. Dwa, wielka karta otwierająca możliwości, wrażliwości interpretacyjne. Szczegóły. Szczegóły to można wyrazić w sposób intymny, bezpośredni. Co to jest pieśń? To jest śpiewana poezja. Jak Fischer Disco, wielki Fischer Disco powiedział o Schubercie, że zamienił świat poezji i świat muzyki. Bo to jest tak zjednoczone. To jest śpiewana poezja. Także pieśń, interpretacja, wykonawstwo towarzyszyło bardzo dużo. I pieśń polska, zwłaszcza pieśń polska, to my nie doceniamy, jeśli chodzi o ekspozycję na zewnątrz. Mówimy, że język polski jest nieprzydatny, trudny. Nieprawda. I w Hiszpanie i we Włoszech mówili mi, jaki wasz piękny język do śpiewania, jaki bogaty w kolorystykę. To jest, my nie doceniamy tego. Pieśń jest bezpośrednio otwarcia się w przekazie. Ale śpiewak bez pieśni nie jest w pełni śpiewakiem. Właśnie dlatego, że wtedy się utkriwa bardziej osobista nuta, bardzo osobiste przeżycie. Nie spotęgowane brzmieniem orkiestry, ani sytuacją wielkiej sceny, czy mniejszej, obojętnej. Jest to własne. A życzę wszystkim, żeby mieli jak najwięcej sił, rozwagi, inteligencji i cierpliwości. Muzyka 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 Muzyka